Здравствуйте дорогие друзья, с вами компания BI Consult, мы продолжаем сервию видеороликов посвященных продукту Power BI. Power BI это мощная аналитическая система, инструмент для аналитики большого количества данных, работа с Big Data от компании Microsoft. В данный момент у нас идет третий ролик, посвященный данному инструменту. В прошлых видеороликах мы загрузили данные из папки, получили набор однотипных данных видеопродаж, подгрузили сюда модель, подгрузили количество посетителей и сформировали календарь, на основании которого можем теперь брать данные, ну то есть по году, по месяцу и так далее. В данный момент для нас стоит следующая задача. Мы хотим загрузить сюда данные, то есть о стоимости кликов и посчитать именно формулами, мы уже касались формул определенным образом, то есть мы считали календарь таким образом, то есть с помощью формул. Также мы считали новую меру, то есть перемножали, создавали новую колонку, которая является собой результатом умножения двух других показателей. Это количество и сумма. Количество и стоимость точнее. В данный момент есть где загрузить еще одну таблицу. Давайте это сделаем. Значит получить данные. Сейчас мы будем загружать стоимость кликов и попробуем связать эту таблицу с нашей моделью данных. Значит cssvfile, подключить. И вот наша стоимость кликов. Стоимость кликов для нас очень важна. Мы таким образом будем считать себе стоимость нашей рекламной кампании, поскольку платим мы за клики. Как и многие кампании, особенно на старте, как вы знаете, когда компания уже, так сказать, нащупала объявление, то мы переводим рекламную кампанию на показы. Но чаще всего платится именно за клиента, который именно перешел. Так. И здесь у нас видно, что колонки первые не соответствуют. Нам бы нужно поменять. Специальная кнопка есть. Использовать первую строку в качестве заголовков. Нажимаем. Сразу все меняется. Так. Хорошо. Можно колонки поменять, если нужно. Ну, расстановку. Также можно поменять тип колонки, если это вы видите, что, например, вот здесь у нас ABC, значит, строка, то вы будете поменять тип на любой другой. Например, десятичное число. Так. Ошибка возникла, скорее всего, из-за того, что у нас здесь стоит точка, а не запятая. Сейчас посмотрим. Нет, не хочет. Так. Ну, давайте попробуем тогда замену сделать точки на точки на запятую. Итак, мы будем менять точку на запятую. Смотрим. Отлично. И теперь поменяем с фиксированной запятой. Так. С плавающей точкой. Тип с плавающей точкой. Все. Это есть. Таким образом вы можете манипулировать загрузкой любой таблицы. Также здесь можно объединять запросы и так далее. Делать. Добавлять, объединять и так далее. Так. После того, как вы закончили манипуляции с данными, можно нажать закрыть и применить. После чего уже Power BI начнет загрузку данных в модель. В данный момент это происходит. Не думаю, что займет много времени. Так. Хорошо. И наша таблица появляется. Прекрасно. Значит, стоимость кликов. Стоимость клика. Посмотрим на таблицу. Что у нас в итоге за таблица такая. Ну вот. Много пустых значений. Давайте уберем пустые значения и посмотрим, как оно у нас выглядит. Ну вот. Есть какие-то значения у нас. Как видите, у нас есть связи из разных источников Toolbar, Inbox.com и год недели компании. Значит, для нас это будет одним из источников, скажем так, связи. Значит, для того, чтобы связать стоимость кликов с моделью данных, нам нужно постараться связать это дело с помощью канала источника недели компании. То есть, у нас обе вот эти вот вот эти поля, оба являются как бы связью. Опять же напомню, что если мы попробуем сделать вот так, то у нас ничего не получится, потому что у нас должно быть, должен быть справочник. То есть, единая, как бы единый справочник, который, да, который показывал бы, что вот, да, вот есть вот такой вот такая вот связь и она единственная возможная комбинация. В данный момент такого у нас нет. Соответственно, нам нужно будет это создать. Давайте теперь посмотрим, как можно изменить нашу структуру наших таблиц так, чтобы мы могли воспользоваться нашими связями в виде канала источника и год недели компании. Вот именно в такой комбинации мы можем связать две наши таблицы. Давайте сделаем это. Это удобнее всего для нас сделать в изменении запросов, потому что, по сути дела, наше добавление таблиц, данных и все наши действия это определенная очередность запросов, которые мы выполняем в приложении и которые хранятся в оперативной памяти соответственно. Так. Давайте посмотрим. Начнем с Count of Visitors. Здесь нам необходимо объединить две вот эти колонки, чтобы получить некую, ну, одну колонку с данными. Так. Сейчас мы это сделаем. Так. Договорение столбца. Настраиваем столбец. Значит, назовем нашу таблицу «Связь». «Связь», «Связь», «Визиты», «Клики». Ага. Ну, в принципе, да, пусть будет так. «Связь», «Визиты», «Клики». Так. Значит, здесь нам нужно канал-источник связать. Год-неделя компания. Так. И вот это вот дело мы сейчас сохраним, чтобы… так вот правильно. Так. Окей. Все. Это у нас есть. Мы создали связь «Визиты», «Клики». Сделаем то же самое в стоимости кликов. Все. Сформировали. У нас две одинаковые… два одинаковых поля. Вот. В данный момент мы можем эти поля удалить. Итак, мы сформировали связь между нашими таблицами. Давайте закрыть и применить сделаем. Отлично. И посмотрим на нашу модель. В данном случае нам можно было бы сформировать связь сразу. Вот здесь она у меня уже сформирована. Давайте посмотрим вариант, когда она не сформирована. То есть мы сформировали связь «Визиты», «Клики». И здесь связь «Визиты», «Клики». В данный момент стоимость кликов выступает у нас как справочник с определенными полями, которые позволяют нам производить расчеты в нашей модели дополнительные. То есть мы будем использовать, в частности, стоимость клика. В принципе, нам эта таблица нужна только ради стоимости кликов. Соответственно, мы сейчас с вами постараемся связать эти таблицы и посмотрим, что у нас получится. Так, да, связь «Визиты», «Клики», связь «Визиты», «Клики». Связываем. Видим, да, что он думает. Но связь получится уже, потому что я ее протестировал. В тех случаях, когда не получается связать две таблицы таким образом, то есть более одного значения мы находим здесь и более одного находим здесь, то есть связи ко многим получается, нужно будет разбивать, конечно же, эту связь через промежуточную таблицу. Но это все дело случая, который у вас, в частности, имеется. Посмотрим на тип связи. Меняем ее, опять же, на двунаправленную. Вот, ноги к одному. Да, то есть у нас связь получается, где звездочка показана многие значения, и с ними связывается всегда одно значение из этой таблицы. То есть в данный момент нам дополнительные таблицы не нужны. Если же, повторюсь, у нас здесь было бы более одного значения, можно было бы либо сгруппировать по ключу и стоимость, так сказать, взять либо там среднюю, либо сумму, либо еще что-то. Ну, в данном случае сумму брать некорректно. Вот, либо, соответственно, разбивать это дело через связь многие ко многим. Но, учитывая то, что у нас стоимость клика привязана к ресурсу, к типу перехода, да, то есть реферальный это переход или не реферальный, и дате конкретное время, то, скажем так, сама по себе ситуация, при которой в определенное время с точностью до часа, минуты с источником и с типом перехода у нас была бы две разные стоимости, сама по себе эта ситуация достаточно странная. Поэтому, естественно, в данном случае у нас с точки зрения даже бизнес-логики получается все правильно. Мы построили эту связь, и она у нас есть. Теперь вернемся к таблицам. У нас есть связи. Вот, давайте еще раз. У нас связь имеется. Теперь мы вернемся к таблицам и посмотрим, что мы хотим сделать. Ну вот, в частности, мы сейчас построили визуализацию, в которой мы по годам, по месяцам разложили сумму продаж, количество наших корзин, то есть сколько было сформировано корзин, какие были у нас продажи в определенный месяц, в определенный год. И теперь я бы хотел вывести сюда стоимость кликов и вообще суммарно вот сколько мы потратили денег на рекламу. То есть количество переходов и стоимость кликов, ну, результат умножения показал бы нам суммарные затраты на рекламную кампанию. Это очень интересная информация. Я уверен, она многих интересует, если не всех. Все же, кто слушает, пользуются Яндекс.Директом, я уверен. Поэтому давайте разберем, как это сделать. Значит, поскольку у нас таблица основная, это Account of Visitors, вот она здесь, и нам нужно построить некую расчетную колонку, которая бы нам показывала сумму вот Data Metrics, вот эту вот, с суммой, со стоимостью кликов. Да? Стоимость кликов у нас здесь, ну, есть определенные поля, платные, бесплатные, понятно. Вот. Давайте сюда добавим расчетную меру. Но сначала, а перед этим, да, то есть в Power BI есть такая история, что мы перемножаем, да, вот, ну, можем перемножить, то есть в новой мере, в новой расчетной единице, колонку из одной таблицы и колонку из этой же таблицы, да, то есть из двух разных таблиц. Здесь сделать затруднительно. Поэтому давайте сделаем по-простому, да, не будем идти там сложными путями. Вот. Ну, с моей точки зрения по-простому, опять же. Возьмем Account of Visitors, да, правой кнопкой нажмем и создать столбец. Да, поскольку у нас есть отношения, взаимоотношения между этими таблицами, двумя, мы можем просто перенести сюда колонку. Вот. Назовем ее там стоимость кликов, да, и Related, то есть взаимосвязанные. Так, теперь мы берем стоимость кликов, вот она стоимость кликов, то есть я просто выбираю, нажимаю Enter, закрываю скобку обязательно, вот получается вот такая вот история. Стоимость кликов у нас будет считаться, да, сформироваться из другой таблицы стоимость кликов, где поле стоимость кликов будет добавляться в нашу таблицу по связанным полям. То, что нам и нужно. Нажимаем Enter, получаем результат. Штаны превращаются, так вот, все. Ну, не во всех ситуациях у нас имеется связь, то есть вот в каких-то есть, в каких-то нет. Вот, мы сейчас не будем вдаваться в казуистику там, а почему нет и так далее. Мы с вами вот в данный момент работаем с тем, что есть, да, у нас есть такая-то связь. По идее, конечно, все переходы, которые были так или иначе оплачены, должны быть связаны. Вот, и единственная связь, которая у нас есть, это связь по источнику и по типу перехода, да. Плюс некая, некая составляющая времени, это год недели. Вот, да, здесь год недели. Так, теперь эта колонка показывает нам, что вот стоимость была такая-то. Теперь давайте посчитаем новую меру, правую кнопку и меру, да, и как мы уже делали в предыдущих видео по аналогии, мы сюда запишем простую формулу. Назовем ее, как мы ее назовем? Так, назовем ее стоимость, да, сейчас, фокус сбился. Так, стоимость кликов, а у меня так она и называется, да? Давайте сумму кликов, пусть будет так. Вообще, конечно, вот можно было бы назвать вот эту стоимость клика, а расчетную меру стоимость кликов. Ну, тут, как говорится, как вам нравится, так и называйте. Sum x, то есть мы суммируем поля в таблице Count Visitors и делаем так, делаем вот такой вот расчет. Вот, значит, Data Metric Visitors умножаем на стоимость кликов. Вот, да, кстати, вот хочу, чтобы вы убедились, почему пришлось нам, почему нам пришлось в данном случае создать колонку, дополнительную вот эту колонку. Потому что вот в данном конкретном случае, вот конкретно сейчас, я нажимаю и, видите, я не могу обратиться к другой таблице какой-то, да? У меня нет возможности это сделать в данный момент, то есть я могу обратиться только вот к своей таблице. Безусловно, эту задачу решить можно и другим способом, понятное дело. Ну, вот я конкретно хочу показать именно этот путь, как известно, так сказать, известный путь, самый короткий. Да, народная поговорка. Так, сумма кликов. Результат этой колонки будет сумма, которая будет считаться как произведение количества визитов на стоимости клика. То есть мы умножаем количество визитов на стоимость клика и суммируем все, соответственно, суммируем все эти показатели. Так. Она здесь не отображается, потому что она расчетная. Но, по сути дела, мы ее сюда записали и теперь можем использовать в своих визуализациях. Давайте ее сюда. Где у нас калькулятор? Вынесем. Вот. Мы можем видеть, что стоимость наших переходов была 40, получается, миллионов. А заработано было там нереально вообще большое количество денег. Вот. И это совершенно замечательно. Все. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...